итак санта мы продолжаем играть в украину контр наступ начинается мы собираемся его продолжать расширять нашу армию спасать германию очень все как обычно если вдруг не подписывайтесь мы же продолжаем я переброса временно все авиации в германии потому что здесь есть вот такая вот высадка которую ну нет я надеюсь добьют и нам нужны помочь и добить все как можно большими ресурсами потому что есть много британцев если здесь умрут будет очень хорошо но если они смогут наоборот нем здесь перебить будет очень плохо очевидно и аналогичная высказалась вот италия высадилась швецию тоже неприятно но у нас ресурсов туда перебросить нету нас текущая собственная граница очень тоже находится напряженном состоянии пока что она продолжает периодически разное стрижение что нам очень помогает а мы продолжаем загружать здесь 9 что он тоже очень помогает и даст с помощью нашей отцы я думаю не без помощи точно видите много дает здесь британцев могли они победить и здесь тоже побеждают хорошо это очень важные потерянные противником ресурсы и провинция за провинцией мы успешно продвигаемся захватываем сомжение делаем небольшие вайпы потеря россии растут и растут да конечно они могут двигать новые могут новые дивизии делалось так что то еще могли еще но конечно воевать против в этом плане достаточно просто видите мы просто делаем невероятно остальное окружение работ всегда дается вайпы мы танки вообще танков я думаю скоро у них не останется что я их приоритизирую и до воронеж на возьму сейчас в эту и думаю пункт снабжения собираемся уверенно о встреча татарик спакта мы скоро будем под москвой и одновременно с этим под царицы нам и одновременно с этим готовится еще до армия которая вполне себе поможет прям додавить окружение попадаются огромное количество дивизий просто слишком большой я бы сказал чтобы россия могла держать фронт фитя вот то уют автопланом и он просто растягивает дальше дивизии хотя конечно такой ситуации надо было бы просто отвести войска на какой-то уверенный фронт а в один момент вообще у них были больше силы но вот не умеете концентрировать их не как-то отступать вовремя и идет конференция галифаксе пускай там договариваются окей французы готовы отказаться от альза слотарики пол ну слушайте тут такая ситуация что да наверно им им больше нужно ставить сотрудничать чем нам с ними и пока она здесь все просто шикарно там пола рига ну ребята ну справьтесь вы пожалуйста вот тут скоро в россию капнем можно пожалуйста не проиграть в этот момент это высветилось что вы будет сотрудничать с антанты франц еще в метр европу ступила за это отсутствие здесь по полной не впервые в принципе чё наш армия практически готовые мне хватает небольшого снаряжения поэтому я их уже деплую чтобы они до обучились а потом уже будем их откроет бой роль арбит бежал в доменян канада меня инди да а вот что произошло ну что тут можно сказать увы действительно увы как бы неприятно для них но мы будем справляться нужно только вывести россию из войны и тогда станет все проще на один то фронт мы точно выиграем эти мне эта ситуация что-то напоминает и ладно времени больше у нас нету готовится ребятам пора присоединяться к фронту что муская стала как минимум веселее чуть-чуть явно 9 стали поплотнее нужно пробиваться кнутом снабжения дальше ведь она сейчас ну это классика под сталинградом проблемы со снабжением как бы не хватает вот здесь вот какого-то еще пункта снабжения или здесь и приходится с плохим снабжением до саратова и потом до царицына либо наоборот но мы вот так наверное пройдем и потом сможем продвинуться еще дальше еще одна армия закладывается производства на что будет готова не скоро но мы это понимаем это просто на будущее там взяли саратов нужно чуть-чуть же так саратову и вы здесь будем готовы отдыхаться но здесь с искими они справляются живут норвегия тоже или же еле еле выживает возможно скоро будет капнута но германские эльские ресурсы истощаются очень стремительно впрочем у этих ребят тоже у меня радует несомненно но слишком радужная ситуация на западе не окажется и тут какая-то высадка было или или и просто папского держалась забавно выглядит я вижу в удобный момент взять сталинград на царицына в нашем случае и ура да мы его берем скоро русский медведь падет принципе вполне вероятно воздуху у нас все достаточно неплохо размены очень уверены посреди 4 на 300 это видимо аркторист хотел призвать здесь по стране она здесь вот этому забиваем окей неплохо неплохо очень хорошо когда наступ прошел отбросили мы очень далеко вражеские войска я подозреваю да ну об еще очень далеко но ресурсы кончаются кончаются и на западный в западном фронте и очень странная ситуация нет здесь очень хорошо пробили физически пытается дивизий но при этом они тоже и сами жестко сосали ситуация действительно неопределенная мы пока у нас зима мы копим ресурсы на пытать в плохую погоду очень неприятно поэтому мы пока чилим все выполняем снаряжение готовим новые дивизии и готовим новое окружение прорыва также я забил русского фронта здесь перевал войска потому что я думаю там они сами справятся и здесь это становится все еще интереснее риф увеличивается но это тоже возможно место переправить эту одну армию но пока как будто мне здесь тоже нужна армия вы точно могу отправиться говоря немцам так это авиацию давайте хотя бы этим поможем я думаю это исправить ситуацию на самом деле более-менее неплохо ведь авиация решает авиация дает минус минус защиту противникам а еще австрийский расступила вельт крик это тоже должно нам немножко ситуацию облегчить солидная думаю румыния хочу напасть на венгрию кстати вот эта информация очень полезная потому что внезапно румыния с нами одну границу общую а значит наша армия сейчас нужно будет вот здесь вот так конечно а видимо румыния вступит к сербии что ли увы получается надо и выводить сюда войска и россия конечно этим моментом пользуются но что я могу сказать да сейчас будет немножко неприятно о как он должен стоять воздуху здесь размены тоже солидные происходят потихоньку тут тоже защищаем авиацию трансонала весь мы кое-как смогли забалансировать фронт наши войска от сайта ска союзников и все более-менее здесь до обучается армия к румынии не допала и потом будет справляться с румынией это как начинает оттаивать россия нужно будет сейчас эти самолеты переводить что мы постараемся передать им нанести максимальный урон нашему противнику окажется не хватает некоторых еще здесь авиадоктрин и духов но получится и румын и решили попасть все-таки прекращаем тренировки восстанавливаем арку будем сейчас с ними бороться наверно если нас призовут ой у нас беритесь интересная бафа нова флот можно здесь вкачать 20 перерабатывающих заводы нефтехранилища эти хранилища не так интересно но прорабатывающие заводы точно интересны и почему-то за германии мы морским путем торгуем резиной ведь это не германия была ладно тогда все объяснимо нам нужно еще больше резины опять да мы все-таки вошли в эту войну румына нас атаковали но мы к этому были достаточно готовы ой падение парижа сильно напоминает 1 я бы не сказал так но ладно ну и да все таки они смогли победить авиация этому сыграл не последнюю роль мной и не первую что без войска конечно она бы не работала я допущу эту армию все таки и сначала выберу мы не а потом вернусь сюда нужно все-таки обезопасить туза это главная база так сказать ойки да и жизненная тоже туза всегда должны быть в сохранности и безопасности почему-то мы не можете торговать с швецией казалось бы у нас есть опытный путь через зданию что-то видимо сломалась в расчетах путей а сейчас может я могу просить линдлис и да давайте просить линдли за еще пошло во вторая японо-китайская война параллельно дача не знаю кому китая видимо он на нашей стороне по идее роль альберт схвачен а где за было захвачено получается британия все минусы будут и вижу что здесь вроде как ребята успешно прикрыли мой фронт и может все-таки надо не ладно давайте будем до конца так сказать а следовательно своих решений авиация отправляется защищать туда ну и по идее мы должны без особых проблем здесь до преодолевать речки что-либо вообще преграды это не шикарно затроллили с оренфорсами но любом случае шикарно и слушайте германия действительно смогла отбиться и выбить отсюда людей шикарно молодцы мы начали должны не отставать и справляться с румынии потом с россией а его очень неудачно для румын и захватили их железной дороге а значит что мы сейчас будем просто убиваться дальше без вообще и хлеба проблемы зазрение совести и румыния полностью капнул причем у нас именно варскор а значит мы по идее собираем себе все румынии скорее всего и теперь вспоминаем как это было с индо китаем мы не делаем марионетки потому что мы не можем увы но не захватывать территории было бы также ошибкой поэтому да нам приходится не очень красиво делать границы но увы обычной ситуации наверное забрал бы просто эти вот территории все и морда приморские прибрежные если быть точным и это оставил бы румынии вообще наверно это дали бы венгрии скорее всего но и какая-то была бы тут бал микро валахи я не знаю но имеем что имеем а значит забираем себе все и забираемся все эти ресурсы самое главное очень важно кстати что смартфон растет благодаря нашему советнику образом у нас прям таких вот проблем жестких пока что еще нет и наверное не будет хотя конечно мы ходим на грани и у нас готова еще одна армия заряжение нам ала германия союзники ну и мы сами уже очень такая плотная страна тоже неплохо так производим только нужна резина резина сказала пока только увы но и поэтому строим и сейчас я думаю такая же судьба постигнет болгарию уверенно пропушиваем всегда помнишь наши дивизии это не 15 это тридцатки то есть не такие очень уверенные средства нереально могут пушить очень уверенно это у них приятные мягко говоря 370 базовой атаки прекрасно япония замирилась япония победила там увы для нас на самом деле но с нами она уже походу замирилась и довоевала окей проводится наша она операция вас сербии теперь уже прекрасно болгария румыния наши раз соберем сербию останется греция и устно будет в безопасности вот и кап сербии кстати подъехал получили кучу снаряжения великая техноокеатская война японцы чувствовали себя очень уверенно и обиливаем теперь америке одни раз слушайте не верю что последний раз это нам кстати очень даже в плюс то что таким образом они объявляют войну по идее интернационалу рационал уже почти мёртв как будто пофиг но а приятно у италии объединенная смотрите смогли победить там то конец таки наконец-таки мы начали наступать на всех фронтах карна авиация что мы можем перебросить в россию если те тоже я вижу начинаются наступление это тоже меня радует пресс я думаю эти ребята сами справиться этой армии пройти вот этот фронт как и внезапно вот этой армии тоже чувствую совсем скоро будет очень жесткий контр-дост и у нас даже танковая дивизия уже полностью хорошая обученная она конечно не 10 10 но в принципе так уверенность и чувствовать должна а вот и тогда полностью копает до победа начинается до плотность нашей дивизии теперь составляет очень хорошие цифры можем идти на москву я думаю от и а позволяют от и количество все позволяет и вот украинская армия берет москву именно так заканчивается наш контрнаступ и карно а параллельно франция капает мы чуть там поучаствовали но не слишком ой так как мы победили там-то у нас смотрите-ка нравится этот дебаф который ну действительно неприятный и мы получились четыре темпа исследований ну ладно 61 темп исследования у нас господи это сильно и триумф французских главников но мы-то знаем что их триумф это триумф германии они просто прыгнулись под германию впрочем говорится минусы для нас их нету и надо сделать уже нормальный горизонт чтобы вспомнить все людей ну что до людей не очень хватает а сейчас подмобилизуется и у нас все еще просто и такие уверенные что я думаю надо идти на петроград потихоньку подниматься от москвы и темно что дальше на восток наверное такая себе идея а вот куда-то на север туда вполне себе куда мы часы бы направляться планы за дорог на востоке смотрите-ка отпустим спасибо ой могу вернуть земли венгрии я это сделаю чтобы хотя бы чуть-чуть стало по приятнее картинка от скажем так и наша ловушка джокера закрывается потихоньку мы подходим к питеру забавный факт провинция с названием луга самом деле болото это действительно неожиданная вещь чудо неожиданная вещь что здесь нету пунктов снабжения не типа есть вот здесь а вот здесь опять пустота то есть минут сюда прорваться за пунктом снабжения полага и вот-вот сейчас окажется петроград блокаде будет блокада петрограда не ленинграда хотя лет вот это построить им же дату сами они же не додумаются здесь провести вот так же да так что да делаем делаем потусами все-таки придется я думаю нам немножко повысить призыв из этого никак иначе сейчас войсках будет не хватать периодически солдат вины по идее теперь уже не всем фронту не должна до весь фронт или сейчас практически без снабжения можно было бы нажать автоплан но увы у меня слишком мало людей я не хочу терять их так бездарно и я нахожу точку разрыва фронта мы соединяемся с нашими ребятами здесь и они дают нам здесь пойти снабжение как только мы чуть-чуть закруглим это все вот провинция взята здесь стало чуть-чуть получше на это временно а именно потому что они просто сдали молодцы днемся нам достраивать же дам спасибо им ну и со снабжением добить проград для нас не должно составить труда до подавятся особенно просто перемалывается здесь все и оставшиеся войска мы я думаю покроем тоже карным быстрым образом вопрос лишь один будет ли россия капать по какому-нибудь ивенту или нужно будет я полностью захватывать если второй вариант то это не очень приятно но что поделать у нем сама смотрите-ка еще закидывают инвестиции и мы им за это должны давать 50 процентов промки подожди 20 процентов промки что это не выглядит честным вообще ни в каком месте чего я не мог отказаться это ну совсем думать и мы вручную не можем стать свободнее уже увы о и вот она смотрите-ка немцы предлагают нам заберите с россией а можно сказать а давайте не мириться слава богу что нас спросили потому что она в такой ситуации как будто и ладно если отыгрывать украину то наверное мы бы захотели свои территории то есть вот 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 здесь все так как бы если что поправлю если вдруг германия мир сделает плохой я если что поправлю хотя вообще наверное нам стоит вам сейчас бежать и эти кнопки нажимать да и нам носит вас это не передали я передал это я считаю достаточно справедливым мирным договором здесь мы скорее всего заберем тоже большую часть территории мы довоевали здесь прекрасно османской перри все еще не там не там мир с россией делается можем ли мы висит на флот странно она видимо если нету право прохода не у германии ни у кого серьезно но это очень странно это очень странно что в германии бы трусы вот это не разрешила пропускать вот и но нам тоже в том числе особенно вот в такой ситуации ну вы что осталось нам тут бить британию и америку самом деле не вижу большого смысла чтобы мы это доделали вручную я думаю германия справится что у нас главное было восток и потом как-то помочь здесь мы смогли помочь из авиации это переломил этот ход войны здесь мы просто очень-очень жестко воевали итоге победили в итоге мы не можем сделать независимость у меня расстраивает это выглядит странно противно этот фокус что посмотреть что там произойдет так много сделано еще столько предстоит сделать ладно я думаю это можно завершить нашу компанию достаточно да и правда мы много сделали с вами был лукой обязательно подписывайтесь сливочные группы не подписаны лайки комментарии ты еще скоро будет здесь все как обычно и до скорых встреч всем пока